Сегодня в единственный день в году, который православные называют ЧВК, то есть Четверток Великого Канона, на 59-м километре трассы, именуемой Западный Обход Челябинска, а это значит в нашей постоянной рубрике «А что там оно происходило у наших южных соседей по контурной карте?», в 10-м часу утра, уже сильно при свете апрельского солнца, приключился крупномасштабный смертоносный замес, в котором виновник выжил, а невиновник погиб. Фабула автокатастрофы устрашающе проста и даже банальна. По западному обходу Челябы, читай по главной, катилась фура, изготовленная на китайской государственной автофабрике First Automotive Works, сокращенно FAV, пилотируемая 64-летним рулевым. На 59-м километре обхода в него сбоку, со стороны поселка Ясаульского, втыкается второстепенка. И этот Т-образный перекресток без светофора регулируется исключительно знаками свыше, квадратом главная дорога и треуголкой уступить дорогу. Когда фура FAV подъехала к этому перекрестку, на него, со второстепенки, с Ясаулки, поперек знаковых предписаний, как будто бы даже не спеша, выкатилась автоцистерна на базе грузовика, изготовленного на российской автофабрике Камский автомобильный завод, сокращенно КАМАЗ. Это производитель самых быстрых грузовиков в мире по версии Дакар. За рулем КАМАЗа сидел еще более зрелый, чем в FAV, 66-летний пилот. И по правилам 2D он, конечно, должен был пропустить фуру на главной, но не пропустил, а заехал под нее. Возможно, опытный КАМАЗист надеялся проскочить, но просчитался. Фуровод увидел, что КАМАЗ с цистерной на загривке вылазит на главную и резко, до черноты на асфальте, стал тормозить и отворачивать влево. Да так резко, что башку фуры, то бишь кабину тягача, свернула вбок, и она правой, то есть не водительской стороной, вколотилась в цистерну и завалила ее на правый борт. Вот если бы КАМАЗ ехал чутка, а помедленней, то фура вонзилась бы ровно в его водительскую дверь и весьма вероятно, на тех скоростях убила бы КАМАЗиста. Но он сам успел соскочить с линии огня, потому фура залетела в переднюю часть цистерны и КАМАЗист не пострадал. Ни при фуровском ударе, ни при завале на бок. А вот пилот Фава погиб на месте. Хотя его кабина вонзилась в цистерну правой бочиной, это все-таки был мощный боковой удар. И 64-летнего Фава-вода так тряхнуло, что он ударился и погиб. А впрочем, дало от себя тяну. На 59-м километре автодороги западная борт города Челябинска против вход второго же транспортного происшествия с участием двух грузовых автомобилей КАМАЗ и ФАВ. В результате второго же транспортного происшествия один человек скачался на месте происшествия.